Доброе утро! Доброе утро, малыши! Посмотрите, какие у них чубасики! Это же вообще какое-то чудо! Чудо-юдо! Это вот последние трое, которые вылупились. Один из них, кстати, дайте я посмотрю. У него было на шейке немножко опухшее. Может быть, натер яйцо, когда вылупался. Нету сейчас. Слава Богу, все хорошо. Вот это Гошин. Видите, все клюется? Клювается еще? Вот это Гошин. Он подписанный был. Покажись, красавчик. У Гоши все черненькие. Вот такие вот. Может быть, они будут с отливом, конечно, но они все темненькие. И надо будет их тащить все ко всем. Они последние были. Я их здесь оставляла, чтобы они высохли. Они ночь переночевали. Водичка у них есть. Немножко насыпаем кукурузки до старта. Будут, не будут клевать. С сегодняшнего дня начинаем пропойку. Будем поить их пять дней. А потом они уже будут дальше расти. Пропойку я делаю по методу Золотухина. Это самый дешевый способ для нас, по крайней мере. И... Ну, неплохой. В интернете очень много про этот способ написано. Поэтому, если кому интересно, прочитайте. И мы про это тоже узнали в интернете. Потому что... Так. Ты тюк льёшься. Потому что пропойки стоят очень дорого. От 700 рублей и выше. А мы сделали по Золотухину. У нас будет гораздо дешевле. Примерно в три раза. Мы пропоили индюшат по методу Золотухина. Пропоили тех пятерых цыплят, которые родились у нас. Вылупились первыми. И, надеюсь, эти цыплятки тоже удачно пройдут пропойку. Как вы переночевали свою ночь? Первую. У кого-то первую, у кого-то уже вторая. Потому что они начали вылупляться 25-го. 26-го закончили. И вчера уже вечером от трои тех в той коробке. Они вылупились. Пока все цыплятки здоровы с виду. Бегают что-то, чтобы рушаться. Мэри наша. Вот она красоточка. Со своим чубиком красивым. Которые чисто черные. Вот такие, как он тут. Это все. Это все Гошины. Вот эти вот. Вот, вот, вот. Я Гошин. Вот это Гошин. Вот это Гошин. А это кто? Кто клюется? Кто клюется? Это Мэри наша. Эти уже цветные. Они вот из купленных яиц. А беленькие не знаю из чьих. Может быть из наших. Может быть нет. Там когда они вылуплялись. Там уже все везде поперепуталось. Там же их не подпишешь. Они мокрые так выглядят. Высохли. И по-другому выглядят. Вот эти вот, которые красавчики. Вот эти. Это все. Эти все куплены. Вот такие вот черненькие. Кто-то вот этот цыпленочек. Цыпленочек встает на лапке или нет? Встает, но так что-то. Ну не, ничего. Встанет. Нормально. Я думаю, будет. Пужится, пужится. Вот это вообще. Видите. Видите на нее. Мэри. 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 Вот и дрычуны такие. Такие дрычуны. Ну думайте, кто сюда лезет. Макуша хочет их посмотреть. Макуша хочет посмотреть. Ну посмотри. Посмотри. Иди этим. Она хочет посмотреть на цыпляток. Ой, какие цыпляточки. Да, Мика? На улицу пойдешь? Не хочет. Ну ладно, все. Я им сейчас развела пропойку. И когда остынет, я им поставлю. Смотрите, что мы приобрели. Так как луку очень много сейчас нужно резать. И это занимает очень большое количество времени. А нам тут помог один хороший, добрый человек. И мы купили вот такую мясорубку ручную. Вот. И мы теперь на ней крутим лук. Индюкам и цыплятам. Тем побольше которой. Это очень удобно и быстро. Такой вот лук особенно, который уже дудками. Лук. Его, конечно, перекручивать удобнее. Мелкий-то еще ладно, там порежешь. А этот, во-первых, не нарежешь мелко его. Нужно на несколько частей разделять. Спасибо большое Виктору. Ну и, конечно, купили вот такие вот корма. Это для индюшат, это корма. И мешок еще вот купили. Это корочкам. Несушкам. Вот. Это на ту помощь, которую нам, которую нам крислал Виктор. Доброе утро. Ласточки уже в работе сегодня. Смотрите, какое небо. Такие облака. Но дождя не обещают. Просто пасмурно. Корочки стоят, ждут. Сейчас буду им мешанку делать. Ласточка. Это ласточонок. Ласточка, наверное, сидит. Вот, видите. Снова тля посетила нас. Там была на розах. Теперь она атаковала сливу. Сливу. Вот. Это я заметила вчера. Но думаю... О, смотрите, богомол. Ну надо же. Оно еще все не это. Думала, они уже вылезли. А они еще не вылезли. Так что я сейчас буду обработку опять делать. Тли полно. Вот она зелененькая. Вот это вот все тля. Ну пока только на сливе увидала. Обрызгаю сливу и пройдусь близлежащий. Персик, конечно, так и болеет. Ничего ему не помогает. Никакой препарат. Пока все он... Все не выболеют, не отвалятся все листья сами по себе. Не пройдет эта болячка. Так что... Два раза я уже брызгала его. Больше я его брызгать не буду. Плоды висят и ладно. В этот раз буду вот таким препаратом. Фитоверм форте. Здесь 4 миллиграмма на 10 литров воды. Для борьбы с клещами, тлями, трипсами, гусеницами и всем прочим. Такой препарат. У него... Опасность меньше для плодовых. Здесь даже огурцы можно и томаты. В общем, все плодовые можно. И в том числе и от колорадского жука. Если останется, я еще и картошку брызну. Переезд. Переезжаем, друзья мои маленькие. Мои хорошие все пушечки. Тазик мне не лишний. Поехали. Я сильно умрю, попереехала. Ой, как жарко у нас тут будет. Лампа, наверное, это сильно греет. А, если что, придется тоже. Ой, вот здесь он будет получше. Что-то вот этот цыпленочек пока как-то себя чувствует не очень. Так, пейте. Я им сразу пропойку надала. Смотрите, у нас здесь ясельная группа. Здесь средняя группа. Удюшата. Где они? А, вон они, они сидят. На юлисе спят. И старшая группа. Это самые первые. Пять штук. Смотрит так. Что такое? Так, водичка надо добавить. Заканчивается. Скоро откроем дно. Тут обещают уже 30 градусов. И будут они по решеточке ходить и на пол. У них будет кокульки падать на пол. Пока полотенце меняю. Так, ну что. Надо смотреть температуру. Сразу спать. Че-то половина завалились. А где мырия наша? А, вот она. Моя маленькая. Эта как хлюстенькая. Смотрите, какая она. Сейчас на солнышко вам ее покажу. Вот такая красавица. Красавица Мэри. Пи-пи. Пи-пи. Ну прям вообще мадам Брюшкина. Че-пусим. Хохолочки у многих, но это не обычный хохолочек. Прям желтенький, самосеренький. Тише, тише, не выпрыгни. Все. Пусть спят. Вот так. Крылышки греют. Смотрите, на бочок сразу. Влепли. Ну, жарко им будет с этой лампой. Я уже чувствую. Она очень сильно жарит. Ой, прям поджаривает. Надо будет сейчас простую включать. Потому что они сразу размякли. Развалились. Смотрите, у меня роза зацвела. Красоточка, да? Она такая высокая. Нынче даже вот ту веточку не могу достать, чтобы убрать. Мелких розочек у нее много. Это вот эта роза, она у нас на участке где-то в четырех количествах, наверное. Сейчас солнце напротив розы, и навряд ли вы ее увидите. Ну, вот они маленькие распускаются. Вот так, наверное, вам будет виднее. Вот она. Видите? Красавица. Я ее обновляла. У нее здесь очень были старые. Она здесь давнешняя, еще с первой хозяйки этого дома. И были очень старые толстые кусты. Я показывала, что я обрезала, обработала их. И вот у нее новые. Вот эти вот зеленые, это новые. Вот новые. Вот это уже нынешнего года. Буду их подвязывать. Сейчас еще одну ее уже покажу. Вон небо какое уже. Смотрите, ерис как распустился. Его надо, как я вам говорю, все время расчленить. И потому что здесь очень много клубней, и он измельчал. В прошлом году он был крупнее. А в этом году он, видите, какой мелкий стал. Но обязательно его пересажу, как только отцветет. Я думаю, надо будет их пересаживать. И вот вторая роза. Здесь вот на нее светит солнце, поэтому вам ее будет виднее. Смотрите, что от пиона осталось. Только розовая дорожка. И вот моя первая. А, уже не первая. Первая желтая была. Вот такая розочка, красавица, распустилась. Вообще. Красоточка, да? Так, вот красная. Как мои тут гортензии. Гортензии живые. Идут, идут. Вот это вот особенно идет, да? Нормально. Хоть бы увидеть цветочек один. Как же они цветутся, интересно. Кто это у меня тут камушек? Вот так вот сделал. Так кошки у меня тут бегают. Хулиганки. Хулиганки. Еще одна нежно-розовая зацветает. Вот она. Ну и вот, конечно же, вот эта красная роза. Это такая же, как и на том углу. Вот они две. Вот видите. Вот роза и та роза. Это с одного. А жасмина выпустила веточку. То есть она прижилась. Вот этой веточки не было. Та жасмина плетистая, которую я купила. И надеюсь, что она все-таки закроет вот этот долополучный забор. Вот они розочки. Вам поближе покажу. О, какая оса. Я боюсь ее. Вон она носила. Так, ладно, розы, конечно, всех раз они не цветут. Бывает, что совпадает несколько роз, но пока не цветут. Небо голубое-голубое стало. Ну, еще раз любуемся. Вот это вот уже, видите, цветает. Это первые, которые были, они отсвели. Вот такие белые красавицы, по крайней мере, распускаются остатки. Так, что у нас с виноградом? Боже мой. Это что такое? Так, надо смотреть в интернете, какая-то болячка. Мученистая роза или еще что-то. Я сейчас пойду к соседке спрошу, она мне скажет точно. Забрызгаю. Видела, видите, вся прям цветет и цветет и цветет. Настолько она красотка. А роза эта уже готовится к цветению. Персиков-то что-то много завязалось. Я думала, их нету. А листики-то он приболел, скидывает и их видно персики стали. И вот остельба приросла. Видите, как красиво. И та тоже хвоста приросла. То есть все будет хорошо. Хорошие саженцы. Кстати, это что, уже цветочек набирает? Вот, посмотрите, как она еще такая малышка и уже цветочек набирает. Здорово. И здесь тоже, смотрите. Все это жужжит, жужжит, жужжит. Да, красавица. О, да и цвет зацветает. Вон беленькая. Сейчас с той стороны подойду. Питунечка-то зацвела вот в этом месте с Дихондрой, которая сидит. Дихондра вот и вот. Эта питунечка, видите, как маленькие такие у нее цветочки. Вот спрашивали про гортензию, которую в прошлом году мы с Сашей покупали. Одна-то погибла, вторая вот набирает цвет. Ну, вот эти зеленые листья, вот эти прошлогодние. Ну, не прошлогодние, а вот зимы начали вылазить светло-зеленые, которые, видите, уже темные, это нынешние. Так, и что у нас? Вот она, она беленькая зацвела. Смотрите, она еще не раскрылась до конца. Дейцы. Дейцы, по-моему, если я не ошибаюсь. С вигелой они рядышком сидят. Да. Красиво. Это вот тоже у меня дихондра. Так, а это что? Это, конечно, не дихондра. Вот это вот, это вырос тут этот мокрец. Умудрился. Ну, везде запрыгнет этот мокрец. Как же так? Вот, смотрите, эжевика зацвела. Вот, смотрите, эжевика зацвела. Это колючая, которая, а простая еще не цветет. Вот, где простая-то, вот простая. Простая только набирает. Колючая будем первую кушать. Вот эта тоже простая, вот эта простая. Так, давайте еще сейчас посмотрим розу. Видите, пошла в рост плетистая, которая пилигрин. Маленько стала запоминать уже. Все, дело пошло. Иначе будет все хорошо. Не уколился, как елочки стали, такие высокие. Обалдеть. Те в шеи же растут, а эти какие-то, смотрите. Интересно, да? Ай, ну роза вообще радует. Красоточка. И это тоже расцветает. Опять солнышка нету, не знаю, куда оно делось. Но, хоть нет дождей, то ладно. Нютки-то раскрылись, желтенькие. Красоточки. О, петунька распустилась. Розовая эта. А розу-то розу я не вижу. Роза распустилась. О, красенькая. Видите, какая она интересная. Ну и эта, конечно же, тоже красавица. Микуша, ты узнаешь эту площадку? Как ты тут выросла маленькая, когда была? А, Микуша? Скажи, так знакомо все до боли. Вот так, вот так. Попрыгунчик. Попрыгунчик. Нюхает. Твои дочки, они бахнут вкусно. Она нюхает их. А, Микуша. Продолжение следует...